итак дорогие друзья мои всем привет помните вам рассказывал что заказал я новую видеокарту так что вот она наконец приехала это м.д. rodeon rx 6650 xt так что вот такая вот видео хаку упаковка интересная раньше была она у них другая вот ну написано 1080 full hd gaming в принципе мы имеем монитор как раз full hd старенький но хороший дел который ну тогда хороших денег стоил в принципе друзья до 2000 гривен это если сейчас пересчитать по курсу доллара то есть где-то в районе 20 тысяч рублей так ну будем сейчас ее устанавливать давайте сначала распакуем покупал я в dns обошлась она мне 32 999 короче 33 тысячи нам не обошлась вот там ее распаковали сейчас я покажу там была фирменная пломба наклейка из этой стороны но днс спросили будем скрывать и сказал да давайте вскроем посмотрим чтоб не было механических повреждений так макулатура всякая ну гарантийник чек отдельно короче стоил в смысле с ценой совсем вот этим вот делом гарантия три года ну видите на парк на поролоне и вот этой вот ерунде сэкономили раньше блин очень много было ведь ничего не проводов нету не дисков нет ничего нету пакетик только вот такой и вот наша сама друзья видеокарта такая вот штука довольно таки массивная да кстати видите у них уже нету старых вот этих вот разъемов у нее только дисплей порты и hdmi есть нам hdmi понравится по понадобится у меня в принципе на мониторе есть и дисплей порт разъем но не нашел я под него провода покупать пока не захотел попробуем подключить как я уже подключил старые мониторы не знаю ценители говорят что правильно на подключать вот есть у меня старый провод в гашный вот он к монитору подходит там короче есть цифровое вга и дисплей порт и есть у меня вот такой я с алиэкспресса заказывал переходничок hdmi конвертер цифровой также есть у меня еще вот запасной вот такой hdmi это я в луганске на центральном рынке покупал ой цена друзья было что-то в районе 500 рублей что ли я не помню ну надо смотреть но сейчас вот такие штуки в связи с тем что видите новые карты выходят без вот этих вот разъемов поддержки старых мониторов а у многих есть старые хорошие мониторы их не так часто меняют поэтому такие вот штуки продается я думаю что она там от 500 до 1000 рублей и в динессе наверно можно купить вот как-то так так ну чё давайте берем пленочку я ее получил вчера но был мороз я ее не стал ставить потому что она на холоде было долгое время чтобы она согрелась ну а потом уже на ночь глядеть думаю не буду этим заниматься так пленочку выкидываем потом уберем ну вот такая вот сапфировская друзья почему выбрала атишку давно не покупал атишки я хотел купить geforce но там друзья туши хотел купить 367 они во-первых то были дешевые купили стали быть дешевые короче говоря дешевых моделей не стало потом там постоянно проблемы с памятью еще что-то но здесь надеюсь тву-тву-тву постучим по дереву что будет все нормально это причем из этой серии 6650 это не самая дешевая это сапфировская она даже на там на 2 на 3 тысячи дешевле по моему там были какие-то экземпляры вообще в районе 30000 там или даже 29 вот с учетом что самая дешевая 36 360-ти было где-то в районе по моему 37000 вот а по производительности ну по крайней мере то что я посмотрел в интернете по тестам она вроде на уровне 360-ти там плюс-минус то есть неплохо она принципе как как выражаются люди фактически тот же самый rx 6700 xt только там 12 гигов а здесь 8 гигов памяти ну короче говоря и вроде в обзорах ее советуют ну как бы сейчас поставим посмотрим принципе я то кроме онлайн особо него что не играю но может быть что-то специально для вас поставлю посмотрим это вот короче последняя часть которая нужна была моему системнику для замены вот мой сам друзья системник такой у меня старенький пыльненький конечно лучше всего системник продувать воздухом но это его надо ввести на завод его периодически продуваем обычно беру фен и кисточку и короче сдувая вот здесь у меня стоит фильтр сетевой с кучей кучей розеток сейчас мы будем короче его вскрывать и заменять видеокарту и подключать кабель потом продолжим видео итак друзья вот так вот сейчас выглядит мой системе давайте еще наверно возьмем фонарик подсветили лампа не везде достает вот такой светодиодный фонарик видите такая большая полоса и большой причем можно включать от сенсора чем немного фонариков я люблю фонарики включаем видите как полоса светится вот вот мой собственно говоря друзья системе сейчас стоит тут еще старая видеокарта вот это вот это у нас здесь 50 когда-то давно ее покупал как затычку пошел этот комп стоял в луганске потом я забрал ну есть конечно немножко пыли материнка здесь уже новая память новая процессор новый новый большой башенный кулер который переживал что не влезет видите он практически уровень с корпусом блок питания несколько лет назад покупал фермалтек 700 ваттный неплохой но увидите корпус простой конечно провода тут лежат без фанатизма еще видите даже есть сидером он ссдшка новая которую покупал им сяевская этот винчестер тоже у меня какой-то терабайтный старый в дэшка какая-то по углу или еще что-то и вот тут где-то еще одна саташка вот тут честно другой фонарик переключу вот тут еще еще одна саташка смысле еще одна ссдшка обычного форм-фактора тошиба какой-то там по моему на 256 это друзья 500 евро короче говоря ну и сзади кулер один стоит и еще один вот тут кулер на вдув-выдов ну конечно потому что пыль есть я тут только сверху и очистил недавно так нет ну и провода видите конечно тут кабель менеджмент без фанатизма но я не гоняюсь за этим хотя может быть когда-то и куплю красивый корпус мы не знаю честно грел блока питания этого длины проводов хватит или нет там же вы надо было модные блоки питания покупать ну вот а сзади у меня тут куча проводов подключена сейчас будем на все у меня нет смысла подключать отключать сейчас будем только видеокарту отключать откручивать и ставить друзья новое вот я достал свою старую 1050 но он и все равно будет храниться на всякий случай как затычка продавать ее не буду пусть будет вам что бывают разные косяки и лучше нужно иметь запасную видеокарту но здесь видите здесь еще был вот этот вот выход цифра цифровой но это как не цифровой они там как были муляжи были полноценные цифровые а это я так понимаю аналоговый но видом по цифровой так ну аж димя и здесь я не помню что тут тоже hdmi а и дисплей порт на будет наверно когда-то короче говоря купить дисплей порт порт провод на чуть посмотрел там были только трехметровый нахрена мне такой нужен не знаю надо будет по интернету порыскать ведь одна кулерная на ну немножко шумноватая была на полной нагрузки но я ее старался не грузить поэтому как то так кстати вот смотрите сравнение они как они выглядят да конечно это гораздо больше и палата у него по массивни и охлаждение ну и кстати эта видеокарта нам поможет более быстро кодировать наши новые видосики потому что ну каждое видео нужно сшивать а потом кодировать это все время посмотрим это выдавала с этим процессором по моему 50 60 кадров в том разрешении которым я снимал это вот еще четыреста сорок это full hd плюс или как она там называется или два и пять к короче она выдавала где-то 50 60 fps в секунду посмотрим сколько будет выдавать это но это чуть позже друзья так друзья видеокарту мы поставили влезла на практически с трудом ведь уже ну хотя в принципе гипотетически трехкулерную туда куда-то вниз можно было засунуть на это было бы уже большая проблема поэтому конечно перспективе надо системник менять новые они наверное вот так вот еще поболее повеселее ну короче как-то так так что вы когда покупаете вы смотрите вот вот это вот вот это вот влезала сюда так это с учетом что я на тот момент этот корпус брал один из самых больших он был короче говоря так провод мы здесь уже подключили винты закрутили старый провод отключили вот а ваш кстати монитор может так эти как деловский монитор может у него как штурвал крутится вертится короче не поворачивается вот так вот у него видите здесь два юсб разъема здесь еще снизу два юсб разъема это вот хаб подключается компьютеру но через который юсб работает и вот видите дисплей порт этот цифровой ну по сути аналоговый еще один аналоговый а ведь можно питание подключать не только 220 можно на скорейше 12 вольт вот и вот дисплей порт но провода дисплей порта у меня нет поэтому будем подключать вот этот вот собственно у нас провод сейчас будем закручивать ну принципе тут уже ничего такого интересного следующий этап будем запускать так ну что дорогие мои подключили мы все сейчас будем пробный пус делать кстати а при сборке мне помог могли отверточки с фикс прайса они конечно по качеству так себе друзья но видите сколько тут разных этих и торекс и маленькие так далее но это чисто не на силовую это чисто вот знаете что-то такое мелкая бытовую технику какую-то херню бывают что болты со специфическими всякими этими чтобы разобрать и ручка такая вот тоненькая по моему районе 200 рублей вот эту стоит маленький пинцетик ну короче говоря если она у вас и поломается то не так она дорого стоит можно купить всегда новый так друзья ну что пробный пуск пробный пуск всегда я делаю вот так вот на животе кстати да не забудьте подключить дополнительное питание и дополнительное питание у вас должно идти обязательно отдельным проводом то есть он от него больше ничего дополнительно не должно питаться если у вас есть два питания более мощная видеокарта точно также должен быть отдельный провод питания нельзя вот этого провода допустим два разъема нельзя вот этот провод два разъема втыкнуть мощности не хватит так но так видите друзья что сверху сейчас фонарик сниму что сверху она там впритык стала что снизу видите по под сетевую карту здесь своя сетевая карта в принципе сны и всегда ставлю дополнительно потому что если какие-то проблемы гроза не дай бог еще что-то обычно выгорает сетевая карта первое и короче говоря может за собой материнку потянуть особенно если она интегрированная поэтому друзья как-то так ну видите здесь уже на тоже впритык короче всю впритык корпус надо менять муж он друзья пробный пуск поехали так видеокарта по крайней мере закрутила сейчас посмотрим как наш конвертер о все нормально изображение пошло он просто долго им не пользовался думал что могут быть какие-то проблемы по идее десятка сама сейчас должна все драйвера найти но есть видите в этот кулер центральный процессора с подсветкой блок питания с подсветкой но боковой кулер и явить обычный покупал 120 почему 120 потому что они менее шумные и конечно до системник надо будет корпус друзья поменять мы посмотрим что-нибудь подберем но это друзья вот это все это разбирать переподключать конечно головняк и видите здесь косяк этого корпуса юсб это не избитом аудиовыходы здесь сверху на нем и вот эти аудиовыходы видите они в самом конце материнской платы находятся это чтоб микрофон наушники подключать вот этот провод он идет через весь системник но его может единственно можно как-то конечно понизу проложить было по материнке бог с ним уже так пусть висит вроде длины хватает так ну что загрузилась тут так же force у меня видите стоял так запускается все запускается так сейчас мы наверное надо удалить старые драйвера и сейчас зайдем на сайт скачаем друзья новые но потом скачаю несколько каких-нибудь друзья игрушек не знаю короче протестируем мы эту карту но сейчас наверное мы корпус все-таки закроем и поставим как он стоял ну видите шумит не сильно потому что везде большие 120 кулер здесь 120 здесь 120 здесь тоже 120 здесь тоже 120 ну здесь два больших кулера так увидимся друзья при испытаниях так ну что друзья windows на принципе сам поставил драйвер вот разрешение стало нормальным но я все-таки с официального сайта скачал правда сейчас пакет там драйверов он просит перезагрузить думаю чё тестировать полезно 3d марка все платное все платное но благо наш любимый торрент нас спасает в пн у нас есть включил в пн вот зашелся скачать скачает 3d марк но он правда все равно весит 9 гигов зашел также скачать киберпанк иван форсу 1 90 гигов месяц другой 50 гигов месяц блин друзья чуть я не подумал надо было на ночь поставить эти игры качать не знаю посмотрим сколько это будет качаться скорость тем более чё за я не смотрю мтс не хочет даже свои 100 мегабит выдавать это где-то 12 мегабайт а выдает всего 6 хотя может там раздачи нету ну тогда сейчас пустим что-нибудь он киберпанк пустим загрузку так что короче друзья процесс такой видите почему-то у нас здесь скорость выше 100 мегабит не предлагают хотя уже давно есть но ведь у меня удобно что я плачу только за телефон а в нагрузку мне дает домашний интернет и на телевизор тоже цифровой приходит там дофига каналов мтс овских так что вот как то так получается но скорость вот у нас такая не знаю если у нас возможность выше скорость или нет на нашем микрорайоне но 100 мегабит уже неплохо так что друзья ждем загрузки потом продолжим буду снимать на gopro я все-таки не буду я захват делать с этого надо еще сейчас подумать как нам сделать чтобы фпс отображались я уже так давно этим всем не занимался сейчас буду вспоминать друзья прошла уже неделя продолжаем тестировать нашу видеокарту сейчас переведу вас на монитор пока с камеры по стима потом может с экрана сама по записываем итак друзья нас проведем наши тесты первым запустим юзер бенчмарк вот у нас под приветствовал теперь нужно нажать кнопочку чтобы он начался откроем на весь экран его fullscreen и ждем пока он тестирует наш компьютер друзья пока вам кратце расскажу за видеокарту видеокарта короче говоря неплохая в принципе работала тут вот более-менее стабильно никаких артефактов никаких особо вылетов там перезагрузок не было рендерить видео стало побыстрее ну дальше мы это с вами посмотрим плюс разбирался друзья с новым интерфейсом радиона где там чё какие вкладки находятся тоже зайдем туда посмотрим вкратце там вам обрисую покажу какой интерфейс может кому-то интересно будет а может у кого-то тоже есть а человек не знает как да настроил свою камеру теперь в принципе можно стримить и играть с компьютера уже видеокарта позволяет но все-таки это видеокарта для full hd мониторов то есть разрешением 1080 для full hd плюс она принципе тоже пойдет но уже конечно настройки не максимальные а так что-то наверное ближе к серединке или чуть выше будет но опять же зависит от игры игры бывают в этом плане с разной оптимизацией бывает что кажется что в одной игре графика гораздо лучше чем в другой но при этом нагрузка видеокарту совершенно непонятная другая так что друзья в принципе неплохой выбор она получается у нее конкурент 3060 но 3060 ее слабее а 3060 ти ее чуть-чуть побыстрее но друзья эта карта стоила в данной ревизии то есть не самой дешевой 33 тысячи а те видеокарты сейчас не будем брать самый дешевый стоит в районе 38 39 40 даже наверно ближе к 40 тысячам поэтому получается 6 7 тысяч разница я думаю что это очень много при разнице небольшой совсем fps причем люди кто играют в онлайн игры скорее всего этого всего вообще не заметят потому что там и процессор там много чего играть роль да и далеко не все люди играют на максимальных настройках поэтому за свои деньги это достойная видеокарта далеко не самое дешевое это вам не 1050 ти которая долгое время последнее было самая доступная до из видеокарт это не 1660 ти это не даже 2060 супер это не 3050 это все-таки такая видеокарта уже поинтересней так сказать выше среднего ну и пока друзья ценник более менее доступные курсы доллара норм более меня сейчас опять начал вроде падать после нового года я у кого есть возможность советовал бы вам собрать сейчас друзья компьютер ну и так кому получили результаты давайте посмотрим так тут много много всего если кто хочет ставьте на паузу читайте короче говоря так процессор процессор он он выдает нам 105 процентов то есть ну выше среднего друзья но это самый сейчас оптимальный процессор самый лучший самый энергоэффективный и ну цена-качество самый лучший а md есть процессор у них похожий но он друзья греется больше и короче мини-энергоэффективный хотя ценовой категории плюс минут такой же так видеокарта нам выдала тоже сто сто восемь процентов то есть хорошая видеокарта все его устраивает видеокарта нормальная можно играться еще с настройками можно чуть-чуть разогнать ну такое вот видите ссдшник у меня старый стоит на котором я до этого играл видите сатовский он выдал всего лишь 70 процентов слабенький зато новый mci который я вам показывал я купил недавно за 4000 рублей на 500 гигов выдал аж 240 процентов то есть видите во сколько раз он быстрее да конечно если вы будете сейчас ставится то ставьте конечно в м2 но смотрите какой у вас м2 потому что они там разной версии бывают и так далее и размера и версия PCI поэтому надо смотреть на совместимость но это у нас старый винт так чисто для хранения всякой ерунды но ведь конечно же он медленный но на терабайт это такое память он у нас друзья ругается но ругается потому что она у меня не сильно быстрая то есть никакая там не 5000 не 4600 и плюс она стоит у меня в одноканальном режиме ну потом как-нибудь планочку добавим у меня 32 гига в одном этом стоит поэтому короче говоря память надо будет добавить она сейчас подешевела пусть будет 64 и он тогда будет нас радовать ну разгонять ее больше 3200 не хочу в принципе этого достаточно так ну вот он говорит тут спрашивают нас каких игр а сколько фпс там выдает и так далее тут пошли всякие советы ну кстати вы можете скачать эту программу она абсолютно бесплатная эта программа не требует каких-то юзер бенчмарк называется вот так все из нее выходим ох ты тут даже музыка играет exit application так давайте 3d mark 3d mark кстати интересно раньше был бесплатный вообще никаких проблем его сейчас же 3d mark почему-то стал платный поэтому его тоже пришлось скачать с торрентов но у нас вот зараза мтс я не знаю больше 100 мегабит тарифы пока не предлагают у меня есть возможность и роутер гигабитный и да я даже новый если чтобы купил и сетевые карты в компьютере то есть все друзья позволяет но почему-то не хотят они давать хотя бы там 500 мегабит и так далее так друзья ну давайте какой-нибудь тест запустим они это все одинаковые в принципе единственно что он что плохо потому что он у нас ломанный соответственно мы не сможем выйти в интернет и потом посмотреть сопоставить короче говоря данные нашего теста с другими но он все равно тут нам выдаст в каких играх приблизительно чего он сможет выдавать здесь конечно fps он местами будет показывать меньше но это же специально такой-то знаете чтобы загрузить видеокарту вот пошла картинка но она видно что она чуть-чуть друзья притормаживает он снизу вы можете видеть сколько fps 16 fps конечно очень мало ну вот спецом так сделано для глаз очень приятная красивая картинка графика конечно классная не знаю насколько это конечно передаст все видеокарта смысл не видеокарта камера но включать с конечно во время теста запись с экрана не есть хорошо в играх мы потом запустим он сейчас он вам выдаст результаты вот выдал он нам друзья общий счет 1618 какой-то график нам нарисовал ту же характеристику вот выдает нам видите смотрите можно здесь вот выбрать игру какую-то из вот таких последних вот battlefield эти он нам выдает что на 1440 это о чем я вам говорю новых мониторах он будет выдавать 85 fps в принципе это достаточно если 1060 видите сразу растет вот redden redemption 95 fps на 1440 видите уже 35 fps но это я так понимаю он считает при хорошей графике то есть если понизить графику конечно он потянет друзья у меня монитор 1080 как бы поэтому мне проблем нет пока сам покупать много не собираюсь в принципе меня вполне он устраивает так что друзья в принципе ну на коробке так и написано это видеокарте что она для full hd разрешения бюджетный вариант но она 3060 тит друзья на самом деле намного бы больше выдала так давайте дальше пойдем так кстати давайте я вам сейчас пока переключусь наверное на компьютер дальше будем снимать компьютера пусть будет немножко жрать но зато там будет получше картинка и я у вас появлюсь итак друзья переключились мы на запись компьютера пусть будет немножко жрать у нас но я у вас наконец-то появился появился мой рабочий стол конечно картинка стала повеселее так давайте сейчас вам покажу интерфейс ати ну он конечно по сравнению с шифор сам совершенно другой вот он мне тут выдает статистику по приложениям которые запускал какие-то мон кадры выдает ну короче много тут всяких штук интересных но конечно друзья без бутылки здесь не разобраться если надо есть гайды в интернете большие но если чё пишите мне у кого есть какие-то вопросы проблемы расскажем ну тут тоже можно уже и трансляции вести вот здесь разгонять можно можно и видео просто с экрана вот как сейчас мы пишем вот основные у нас настройки шестеренку вправо заходим и здесь пошли вот основное что нас интересует это видеокарта вот здесь вот раздел нужно выбирать пользовательский ну я вот это все по выключал мне для онлайн-игр это все не нага не надо это вот шкалирование то есть она если с меньшего разрешения на большее может делать так сказать ну грубо говоря вы в игре у вас монитор 1440 вы в игре ставите 1080 и получается он вам скалирует сам изображение так сказать чтобы у вас меньше загружалась так сказать видеокарта короче у них что есть такой алгоритм нам не надо мы играем в том что есть разрешение здесь вот тоже антилаг есть это синхронизация карта как кадров задержки тоже нам не нужен это тоже такие всякие технологии но это это шу дрова у них общий для всех видеокарты тут есть варианты чтобы ну как бы упрощать вот эти всякие вещи на слабом железе чтобы шли более мощные игры вот коррекция изображения у меня единственная на включено и блин здесь у нас конечно экран перекрывает дам дальше еще и стрелочка сейчас я камеру в другой угол передвину так переместила себя интересного время трансляции я прям могу во время записи могу я сразу это делать или нет и так вот видеокарта нас интересует видите здесь вот кнопка кнопочка дополнительно здесь еще есть настройки можно ограничивать кадры искусственно то есть сколько максимум чтоб выдавала от сглаживания тут идут всякие там и так далее но много здесь настроек друзья я думаю большинству конечно но вообще это все не надо основное вот что нам нужно это именно аудио видео так 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 сейчас вспомню я так записи трансляция да вот записи трансляции тоже сверху мы заходим здесь получается но настройки микрофона камеры вот редактор с вот этом месте можно перемещать камера а вот видите ее перемещаю и она прям онлайн перемещается я сначала не мог вот это вот дело найти оставим наверное пока здесь ну много много очень друзья настроек интерфейс интересный надо короче его весь проклацать читать но если что-то непонятно идете на youtube на youtube все есть так здесь я не такой профи знаете чтоб он прям тут всякие всякие вещи рассказывать но если что-то будет интересно поковыряемся вместе с вами посмотрим расскажем я думаю что не у многих у нас людей есть компьютеры и они настолько вот это все заинтересовано в этом так как я видите использую для монтажа и играю периодически ну и для работы компьютер тоже нужен так друзья ну что сейчас я вам покажу собственно из-за чего не было кадров так вот наш новенький ssd здесь у меня лежат все игры короче говоря для того чтобы ограничения не было фпс ну бывает вертикальное отключение синхронизации в игре и в настройках видеокарты помогает но есть еще такая вот тема именно самой игрой надо найти экзешник игры то есть где сама игра и лежит ну можно принципе по свойству ярлыка посмотрите лежит здесь заходите в свойства и и здесь вот совместимость вот тут вкладка совместимость отключить оптимизацию во весь экран вот это вот надо обязательно делать у меня именно вот это вот помогло и и так нужно сделать в каждой игре но в принципе если вам нужно это выше 60 кадров в секунду то есть заходите в свойства может вам и не понадобится это делать ведь она 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 по разному себе ведет где-то это надо делать где-то это не надо делать есть люди у которых сразу она работает и нету никаких проблем с чем это связано не могу вам сказать вот все мои игры сейчас шоут я поставил правда тут еще надо экзешники местами по находить здесь наверно так ладно бог с ним нам нужно запустить msi автоберн свернуть его ну здесь тоже кстати можно заниматься разгоном видеокарты ну и вот здесь на стройках есть мониторинг и вот это вот все дело мы выставили итак друзья продолжаем давайте зайдем попробуем киберпанк видите вот отключу вертикальную синхронизацию и кадры пошли вверх но понятно что при этом у вас идет больше нагрузка на видеокарту соответственно она будет больше греться и так далее поэтому нужны ли вам эти кадры если у вас большой монитор с большой герцовкой да а так в принципе 60 кадров хватает ну а на дело в том что сейчас друзья и сама игра просадит видеокарту давайте запустим новую игру давайте запустим новую игру послаем уровень сложности низкий давайте вот выберем вот этот вариант сильно тут заморачиваться не будем попробуем побегать посмотрим сколько она нам кадров выдаст ну количество конечно на этих всяких заставках она кадров больше показывает но в игре будет меньше но опять же нужно играться с настройками и еще друзья зависит от версии самой игры потому что здесь она тоже оптимизировалась ну так как мы ее не покупали нам оптимизации это все не приходит соответственно ох какая красота прям на старте игры реалистичность да 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 эти 35 36 кадров все в порядке да просто немного отвлекся в принципе тесты в интернете смотрел гадал ничего страшного винаста но они там что-то меняли с настройками так начинается так начинается диалоги всякие типа как у тебя я зато всегда знаю кто в меня стреляет не люблю когда в играх длинные диалоги что случилось так друзья давайте я попытаюсь выйти в город а там продолжим так друзья ну закончилось наконец-то обучение идем по игре выполняем какую-то миссию ну вот смотрите выключил я трассировку лучей сразу частота кадров у нас поднялась до 90 до 120 ну в зависимости от сцен так что ну честно говоря особенно по графике я разницы не заметил ну наверное это для любителя друзья что-то от нас хотят тут что тут а надо опять взлом ну ну игра в принципе прикольная ну надо в нее сидеть друзья и много-много времени играть выполняем здесь какую-то миссию ходим мы что опоздали по каким-то местам ладно друзья короче говоря закончим киберпанк ну давайте в следующую игру пойдем долго здесь и нудно надо бегать лазить давайте попробуем зайти в спайдермена еще ни разу я ее не запускал надеюсь загрузится запуск короче говоря киберпанк нормально работает вопрос трассировки лучей ну и разрешение напоминаю 1080 плюс обновление оптимизация игры с учетом что мы сейчас с вами еще и одновременно записываем с экраном я считаю что видеокарта показывает себя вполне достойно какая красивая заставочка надеюсь нас не будут тут доставать точно так же тупыми диалогами как ненавижу в играх длинные долгие диалоги конечно ну видеокарта кстати гудит 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 но у меня для видеокарты есть тоже подарочек для нее но это уже в следующей серии купил я новый корпус так что тут до прошлого года о моя жизнь была нормально пошла игра в самом лучшем месте и это броклин с крутыми предками я любил науку и супергероев ну кстати эта игра говорят довольно таки оптимизирована хорошо и она хорошие кадры выдают я поверить не мог что его нет но питер паркер и его тетя мэй помогли мне человек паук господи сколько же этих уже человеков пауков было а потом оказалось что они с разных вселенных да все накалилось все враги паучка оказались на свободе и я сумел немного помочь так ладно пропустим ролик посмотрим что внутри игры будет опять что то от меня хочет опять что то от меня хочет начать начать нет типа я так понимаю мы едем в метро кадры сразу видите просаживаются давайте в настройки тоже зайдем посмотрим что тут у нас так экран графика тоже наверное трассировка лучей есть она здесь нет нет вроде нету ну давайте посмотрим сколько кадров будет выдавать пока что управлять не могу камера идет сама вот он тебе читает сообщение ну типа мы погружаемся в этот мир окружающий зима снежок зима снежок вот это круто вот это круто я помогу спасибо не за что слушай а портрет нового паука тоже тут мелкого а так так друзья ну ролик все идет 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 долгий нудный пропустить его не могу оказывается у нас почему то уже спайдермен негр не знаю почему о шифт нажимаешь он возвращает на плот хорошо вот конечно жуткий зато надежный ну пока все дыры там хорошенько заделаны будем надеяться ладно еще немного ну игра оптимизирована здорово друзья в магазине не было кокосового молока придется дойти до дальнего спасибо дорогой но не езди в металл там из-за этого конвоя просто ужасные пробки ага хорошо увидимся за ужином чёрт к управлению конечно надо привыкать я уже без на нервах зажимаешь shift и летишь просто ну короче друзья как то так тоже бегаешь по большому городу выполняешь какие то тут всякие квесты паучок у нас почему то уже не гретенок вот такой ну фпс короче выдает игра нормальная меньше фпс выдавала только когда в самом начале так друзья ну как бы понятно игра все идет все хорошо видеокарта наша тянет давайте приступим к следующей игре пробуем запустить котенка стрея напомню так как они ломаные они не всегда нормально запускаются есть всякие там короче приколы ну кстати вот благо вот этот котенок из этих всех игр он хоть весит по-божески ну пока видите ограничение 60 кадров но эта игра вообще по идее нетребовательная потому что она и весит то немного ну здесь фпс начал расти значит там непонятно дождик идет пропустить нельзя сейчас опять будет дуще щипательный ролик как всегда друзья смотрим ну это я так понял какой то момент типа пусто апокалипсиса или что то в этом духе и вы управляете котенком бегаете здесь нужно какие то тоже квесты миссии делать там все такое не люблю когда нельзя пропустить опа видите много котов но нам ух ты ух ты гляньте какой надо маман научить играть ну видите 60 кадров оптимизация не знаю с чем то связано с давайте посмотрим вертикальная синхронизация может тоже а а максимальная частота вот включена друзья не ограничено да да было включено ограничение 60 кадров видите сразу пошел в совершенно другой видите можно поиграться тут с другим котом полизать и блин в этот момент ничего не могу сделать все идем друзья правда не знаю куда интересно у него ночное зрение есть ни квестов ничего куда идти ни карты прыгать нельзя ну можно с кошаками поиграться зато так ну чё вниз тоже нельзя идти наверх запрыгнуть нельзя дверь закрыта да друзья офигенская игра только только непонятно что в ней делать так друзья оказывается чтобы перейти в следующую сцену нужно было нажать на всех кошках кью 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 и потом они на картоночку легли все вместе и короче говоря заснули вот после этого пошел какой-то ролик и то есть той комнаты выхода не было просто такого ну то есть тут везде видишь нажимай кью ну игра наверное прикольная но моей бы маман понравилась о закончился дождик и сейчас мы пойдем гулять так а давайте посмотрим что у нас тут графика на максимум стоит полноэкранные кадры не ограничено вертикальная гамма движения резкость качества эффектов высокая да все на максимуме эта игра хорошо оптимизирована интересно здесь люди есть или остались только коты ну опять конечно ролики очень длинные так ну наконец то у нас управление бежим вместе с другими котами о шифт зажимаешь что-то разрешили мне прыгнуть в спейс ну короче тут обучалка друзья как быть котом ой левой кнопкой правой кнопкой как он делает ой 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 ну короче друзья это игра для кошатников ладно заканчиваем что тут у нас осталось еще давайте элден ринг попробуем запустить ну пока игра короче справляется в смысле игра пока видеокарта я уже заговариваюсь справляется со всем все работает вполне отлично нормально с учетом что оптимизация у нас в играх с каждым годом все веселей веселей нажмите любую кнопку нажимаем давайте настройки сразу посмотрим что тут у нас ну все высокое все на максимум ставит он настройки многие эти игры друзья они изначально выходили под всякие консоли поэтому управление тут местами видите оптимизировано ну благо пишет что где надо нажимать так нужно нам выйти назад новая игра далее а это он тут спрашивает нас что бы мы хотели настроить так дальше тут у нас что тут он предлагает кем мы хотим играть бродягой герой давайте героем конечно мы герой этого сложения б имя алион завершить много много настройка сейчас наверное как всегда будет очень длинный и красивый ролик о какой нибудь опять тяжелом детстве и так далее о здесь пропустить можно неужели кстати тоже 60 кадров а ну я его наверное не оптимизировал просто настройки ну здесь нету наверное я ярлык не нашел вот эту вот там галочку не поставил поэтому друзья 60 кадров ну опять мы каким то викингом бегаем ой надо стремный палец взять что бы открыть эту дверь О, волшебный новый мир Так, ну, друзья, 60 кадров Ну, это надо Экзешник этой игры искать, короче, чтобы Поставить галочку И я думаю, что она тоже будет работать Максимум Ну, в принципе, с моим монитором на 60 кадров Все нормально Ну, не забывайте, что вы Чем меньше кадров вставите, соответственно Тем меньше у вас нагружается видеокарта И, соответственно, она меньше греется, гудит там И так далее Ну, вот сейчас, вот видите, она 60 градусов Показывает при 60 кадрах Опа Господи, что это? Так, правый защищается щитом Что? Побили мы его чуть-чуть Так, что-то Экран потемнел Короче, какой-то ролик Нас куда-то выкинуло Походу, то чудище Нас скинуло куда-то Мы где-то уже в подземелье Ну, эти, друзья Многие игры, они, конечно, квестовые Сложные Тут надо, конечно, ходить Бродить, читать Даже бывает Нужно смотреть ролики на прохождение На ютубе Потому что сложно Ну, понятно, что здесь, наверное Могут быть какие-то более сложные сцены Где больше будет персонажей И так далее Соответственно Нагружать будет видеокарту больше Ну, в принципе Здесь она вот 64 градуса 50% загрузка Так, ладно, друзья Как-то так Что тут у нас Осталось Конечно, я вам Тут самое интересное Не покажу Потому что самое интересное Это нужно долго-долго-долго Играть Чтобы дойти там До всяких Замков, дворцов Боссов там И так далее Вот Какая вот Заставка у нас интересная Сони Опять нам Представляет Очередную игру Naughty Dog Ох ты Крутая монетка Сюжет Новая игра Обычный А, я тут уже пытался В нее играть Но это уже тут Более современное Что-то мы тут Плыли на лодках Разбились под каким-то островом Какие-то То ли контрабандисты То ли еще что-то Короче Ну тут уже Более современная игра Опа Море Шторм Мы куда-то Плывем Черт Или идем Это Очень плохо Тоже Держись Ну вот И женой Погоня А я не прошел Участок игра Поэтому Началась Тоже Участок Короче Вначале Управляемая лодкой Ну видите Вода Шторм Заразилу Но Погрельщик Опа Эй Придорки Скажите Начальник Другой Остановить Это Клону Дробина Не дает Подойти Плывем Гоним К острову Бандиты Какие-то Атакуют Мы Дараним Вот это Большой Корабль Все Они Простают Пикер Держи Гоним Останову Не дай Нас обогнать Попа И тут Нас Подбивают Друзья Ну Короче говоря Друзья Игра Тоже Идет Вполне Нормально На максималках Да Нет Никаких Проблем Давайте Я вам Сейчас Еще Покажу Рендеринг В онлайн Играх Она тоже Себя Хорошо Показывает Нормальный ФПС Нету Никаких Проблем Я вам Сейчас Просто Запущу Рендеринг Кто Занимается Таким Монтажом Видео Тот В принципе Поймет Вот давайте Вот я Какие то тут Видео Снимал Недавно Любое Запустим Вот Проект Он уже тут Скомпонованный Все А Я удалил Удалил Видео Так Надо создать Что-то новое Новый проект Давайте Создадим Я забыл Я почистил Систему А мы Сейчас В принципе Возьмем С вами Те же Самые Сейчас Мы с вами Возьмем Те же Самые Видео Которые Мы Вот Сейчас Записываем С вами Вот Мы Только Что С вами Записывали Вот Он Сразу Сохраняет Сейчас Мы Что-нибудь Туда Закинем Правда Здесь Конечно Нагрузка Будет Не столь Сложная На него Потому что Экранное Видео И не имеет Такой Большой Битрейт Лучше Конечно Видео Но Сейчас Посмотрю Может Что-то Осталось Но Я Наверное Все Поудалял Не подумал Что вам Понадобится Образец А Вот Есть У нас Видео С Распаковки Микрофона Я Его Еще Не Доснял Не Домонтировал Так Сейчас Мы Закинем Эти Два Видео Этого Достаточно Будет Чтобы Вам Что-то Показать Так Наверное Автобиром Выключим Он Нам Уже Здесь Не Нужен Так Нужно Зайти В Настройки Проекта Сейчас Поменять Разрешение Вот Собственно Так В общем Друзья Одел Я Deadcat Тяжело Было Но Так Вот Выглядит Эта Программа Очень Интересная По мне Много Обучилок В интернете Вот У нее Есть Fusion Тут Вообще Можно Штуки Всякие Интересные Цветокоррекция Все И такое Но Нас Это Не Интересует По большому счету Я ее больше для монтажа Использую Хотя Игрался Там И со стабилизацией И с Изменением Изображений И так Далее Итак Ну Вот Выставлен у нас Уже Декодер ТТМД Тут Все по умолчанию Разрешение Частота кадров Битрей Ставлю для ютуба 2400 Добавляю в рендеринг Друзья Так Имя отсутствует Бог с ним Сохраним Сюда Вот он Здесь Проект Появился Сейчас мы его запустим Но у меня Опять как всегда Камера Сейчас камеру Надо сместить Камера перекрывает Мне кнопку Поэтому перемещу Я вот Рендерить Все Ну Вот смотрите Вот у нас Кадры Пошли В принципе Сейчас 100 Выдает Но на самом деле Выдает Порядка 200 Сейчас Дело в том Что Потому что Идет у нас Дополнительная Еще запись На экране Поэтому соответственно Идет Нагрузка Ну Раньше Здесь Прорендерены Кадров У меня Старая Видеокарта Ну скорее всего Он вообще Рендерил на процессоре Он выдавал Где-то 50 кадров Друзья В секунду А сейчас Ну конечно Некорректно Потому что Видео Опущено Давайте Может я сейчас На камеру Переключусь Чтобы показать Да Давайте Наверное Перейдем На камеру Да Друзья Вот я Перешел На камеру Отключил Запись И сразу Частота кадров Видите У нас Выросла До 150 180 Ну может Еще что-то Где-то Запущено Ну короче Говоря Получается В районе 200 То есть Раньше Видео я Кодировал Полтора Часа Друзья А сейчас Я благодаря Видеокарте Я могу Это видео Кодировать За полчаса Поэтому Я последнее Время Очень много Видео Накодировал Раньше Это было Целое Дело Потому что Нужно было Выделить Время Ну и Соответственно Заниматься Этим А теперь Я могу Сэкономить Это время На рендеринге Друзья Короче В заключении Видеокарта Отличная За эти деньги Она просто Супер Она стоит Своих денег То есть Я вам Советую В принципе Можно И GeForce Брать Но GeForce Друзья Опять же Все зависит От вашего Кошелька Но Сейчас Покупать Видеокарту Дороже 40 тысяч Я не вижу Вот 3070Ti Да Может Есть смысл Но Она очень Большая Горячая Там Могут Быть Вопросы К блоку Питания И так Далее Поэтому Из Такой Ценовой Категории Друзья Если Вы будете Покупать Видеокарту Я вам Советую Либо Эту Либо Тоже 3070Ti Но Это уже Конечно Дороже Или 6700XT Тоже Родионовская Либо Если Чуть Чуть Подороже 3050 Наверное Нет Неплохая Видеокарта 3060 8 гиговая Но Опять же У GeForce Там Какая-то Проблема Была С памятью Кюникс Вот Партия Была Бракованной Памяти И много Видеокарт Попадает Собракованных Поэтому В этом Плане Конечно Смотрите Но Они В принципе Все На гарантии Если Вы Недалеко Живете От Магазина Сервисного Центра Пожалуйста Берите Но Опять же Ее будут Забирать Потом На тест И так Далее Поэтому Друзья В данном В данном Сейчас В данной Ситуации Конечно Наверное Лучше Брать Вот Что-то Такое Ну Все Друзья Заканчиваем Видео А В следующей Серии Не знаю Наверное Сейчас Плохо Видно Свет Не сильно Включен Мы Будем С вами Переставлять Начинку Всего Моего Компьютера Вот В этот Новый Системный Блок Давайте Наверное Свет Сильнее Сделаю Верх Не выключим Вот У меня На кровати Видите Лежит Красавец Caguar MX330 Друзья Но Это Уже В следующей Серии Поэтому Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Пишите Ваши Комментарии Немножко Вам Буду Рассказывать И об своих Обновках Компьютере И так далее Если есть вопросы Пишите Друзья Все Всех Крепкого Здоровья Мирного Неба Пока Пока